Ну что, друзья, продолжу тему инвестиций, и сейчас я хочу рассказать об изменениях, которые я сделал в своем портфеле, и почему я их сделал. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Я в последнее время сильно разочаровался в нефтяном секторе России и полностью закрыл его в своем портфеле. Что я имею в виду? Но, смотрите, ну, прежде всего, достаточно большая доля у меня была Газпрома. Я намеревался держать его долго, потому что, ну, он должен приносить и дивиденды хорошие и прочее. Но ситуация с последней выплатой дивидендов, когда их просто украли, ну, как бы меня сильно расстроило. Я решил, что, в общем, ну, это некрасиво просто получилось по отношению ко всем акционерам, к миноритариям. Если вы помните, что Газпром сначала не выплачивал дивиденды, а потом сказал, что выплатят большие. Ну, да, и было объявлено на заседании Совета директоров предложение к собранию акционеров выплатить эти большие дивиденды. Но внезапно на собрании акционеров грубо отменили все это, просто вот грубо. И государство что сделал? То есть государство не получит тоже эти дивиденды. Но государство, так как является владельцем всего, оно решило просто с другой стороны подойти и за счет НДПИ взяла эти деньги у Газпрома себе. А всех остальных акционеров просто кинуло. Это некрасиво, я считаю. Во-первых. Во-вторых, это надругательство над фондовым рынком. А в-третьих, что происходит с Газпромом, ну, вы знаете, сейчас санкции и прочее, и сокращается нефтедобыча. В связи с этим, значит, я решил закрыть всю нефтянку в своем портфеле. То есть я продал все акции Газпрома, Лукойла. Я продал транснефть, потому что если не будут добывать, то что будет с транснефтью? То есть транспортировать тоже нечего будет. Ну, и сейчас речь идет о том, что с февраля месяца вводятся новые санкции уже на нефтепродукты. Я решил продать и Газпромнефть тоже. Ну, а эти деньги... Ну, то есть я решил, что эти акции будут падать, потому что эти компании будут нести убытки и сокращение операционной прибыли. Что я купил на те деньги, которые я высвободил? Я купил на эти деньги облигации Газпрома, КЗО. Что это такое? Ну, смотрите, сейчас у нас валютные инструменты не работают фактически, потому что сфифт отключен и так далее. Все расчеты в долларах заблокированы. Ну, что придумали в России, значит, на фондовом рынке, это так называемые КЗО, то есть замещающие облигации. Это облигации, которые номинируются в долларах или в евро, то есть те же самые евробанды, но при этом все расчеты происходят в рублях исключительно. То есть санкции этому не подвержены. То есть мы имеем возможность вложить деньги в валюту фактически под хорошие проценты, 6% годовых в данном случае, и получать прибыль фактически с валютных инструментов, не опасаясь никаких санкционных рисков. И вот у меня спрашивают, где ты возьмешь там 20% доходность. Ну, смотрите, вот я купил две облигации, сейчас вы видите, какие. Это одна облигация номиналом 1000 евро, вторая облигация номиналом 1000 долларов. Вот, они куплены с дисконтом, поэтому текущая доходность в районе 6% годовых, ну там плюс-минус 0,1% по-моему, или 0,2% максимум. То есть в евро, по-моему, там 6%, в долларах, ну там чуть ниже 6%, насколько я помню, 5,8% текущая доходность. Почему я это сделал? Да, первая облигация, которая в евро, погашение в 2024 году, то есть она практически краткосрочная, короткая облигация, и даст точно совершенно вот эти 6% годовых в евро. Это доходность, которую в евро вообще, в принципе, трудно представить, потому что там доходности близки к нулю сейчас в еврозоне и по банкам, и по депозитам, и по всему прочему. Вот, а вторая облигация, это номинал 1000 долларов, погашение в 2000, то ли 28, то ли 29 году. Текущая доходность 6% годовых, то есть она гарантирована на весь этот срок. Почему я решил купить вот эту вот длинную облигацию? Ну смотрите, сейчас наблюдается пока еще повышение ставок ФРС, но этот процесс уже близок к завершению. И я думаю, что к марту месяца будет последнее, по оценкам многочисленным, последнее повышение ставки ФРС. И она повысится до 5, то есть это по-любому выше, чем ставка ФРС. Что будет потом? А потом из-за высоких ставок ФРС, соответственно, начнет сыпаться американская экономика. И они никуда не денутся, они будут ее поддерживать. Они будут ее поддерживать, и как поддерживать, так сказать, поддерживать с экономикой в современном мире? Снижением ставки ФРС, то есть раздачей очередного бабла. Вот, и поэтому, когда ставка ФРС начнет снижаться, соответственно, к чему это приведет? Значит, доходность, ну, ставка ФРС снижается, деньги дешевеют, и, конечно же, доходность по облигациям должна упасть до текущей ставки, фактически. Ну, обычно текущая ставка плюс 1%, или там 2%, 3% максимум. Вот, текущая ставка снижается, а купонная доходность, она фиксирована, она гарантирована. Поэтому, поэтому будет что? Поэтому будет наблюдаться рост цены облигаций. То есть у облигаций есть два типа доходности. Это рост, соответственно, цены облигаций и ставка купонная. Вот, но, кроме того, чем хороши валютные облигации, тем, что расчеты производятся в рублях по текущему курсу валюты. Что будет с рублем по отношению к доллару? Ну, предполагается, что вот, ну, сейчас инфляция у нас в районе, сколько там, 12-14% годовых. По итогам получается, что будет в следующем году? А в следующем году следующее будет. Экспорт снижается, доходы от экспорта снижаются, импорт потихонечку восстанавливается и увеличивается. Это значит, что, смотрите, денег приходит в страну меньше валюты, а тратить надо больше. Соответственно, куда денется валютный курс? Он будет расти. То есть соотношение рубля к доллару будет увеличиваться. Насколько оно будет увеличиваться? Ну, если доллар вырастет, например, за год на 14%, вот и считайте. 14 плюс 6 получается искомые 20% годовых, которые я и говорил. Но если, скажем, доллар вырастет больше, чем на 20%, то, в общем, соответственно, получится больше, чем 20% годовых. Понимаете? Вот. Поэтому я считаю, что, ну, во-первых, облигации дают гарантированную доходность. То есть вот если я зафиксировал ее в районе 6% годовых текущая доходность, так она такой и останется до момента погашения. Подробно я о том, что такое облигации, как рассчитывается доходность, что такое купонный доход, значит, как выплачиваются купоны и так далее и тому подобное, я рассказываю на своем курсе «Биржа для чайников». Там теме облигаций посвящено целых 3 дня, 3 занятия, понимаете, по 2 часа каждые. То есть 6 часов я рассказываю только об облигациях, поэтому так коротко нельзя рассказать. Но вот я показал конкретно, какие я купил. Хотите – покупайте, хотите – нет. Если хотите разбираться в облигациях, то, пожалуйста, милости просим. Вон там вы видите ссылочку на demetkov.ru. demetkov.ru – это мой сайт, и там есть курс «Биржа для чайников», где вы абсолютно точно будете знать все про облигации. То есть я там вдалбливаю это дело в течение 3 дней. Вообще все. Аферты, значит, там корпоративные и прочее, прочее, прочее. Кроме того, конечно же, вы будете приглашены в чат, где осуществляется поддержка. То есть если вам что-то непонятно, лично мне задаете вопросы, лично я вам буду отвечать. Вот, поэтому хотите разобраться, хотите получать деньги, хотите получать прибыль, пожалуйста, регистрируйтесь. Ну, я буду стараться помочь вам в этом деле как могу. А на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Деметков Юрий. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписку. И да, подпишитесь, пожалуйста, на мои другие каналы. Ну, в частности, канал про путешествия, потому что скоро у меня намечаются, в общем сказать, очень интересные там сюжеты. Ну, еще раз, до встречи. С вами был Деметков Юрий. Ну, что там, что? Что? Они мне выдали вот такую бумажку. Я сейчас хочу сфоткать и отправить секретаршу, которая мне говорила, что вот эта футскрашка, мелкая бумажка, это не то. Если вот эта в обходе, вообще. То есть тебе сфотографии...